В ходе судебного заседания защитникам Семен-Оум и подсудимым Ахилько стояли отвод Государственного Альбинича Лохова, поддерживающим всем участникам процесса страны защиты. В обосновании сделано заявление о прямой лишении вопроса незаинтересованности Государственного Альбинича Лохова в исходе дела. Страна защиты полагает, что именно Лохов формировал встречу подсудимого Ахилько с иными лицами, в странах которых имело место оказание законного воздействия на судимого Ахилько. Кроме того, Государственного Альбинича Лохова искала свое мнение о сроке наказания, которое будет назначено в середину случая, его сотрудничества со средством. Указанные обстоятельства по мнению участников процесса страны защиты дают основаниелючить, что невозможно давнейшее участие прав Ольбиничного Альбинича Аллаха по настоящему Integration Us. Выслышат мнение всех участников процесса, пояснениями государственного манипанского мнениями обвинительства Фроловой, повакавшей, что основные договоры � Finance画 обвода имеются, а изложенные духовные договоры являются голословными, мы скажем в следующий. В основании полагать, что государственное вниз в лобо прямо, лишнее или косвенно, заинтересованное в ходе дела не имеется. Предусмотрено в положении в статье 61 КРФ оснований, включающих участие прокурора лобоупроизводства, на настоящий должное дело в качестве оперативистов, так и не имеется. 2. Мнение участников процесса о необходимости проведения проверки по изложенным подсудимым Ахильковым обстоятельствам, считая несостоятельным, а выводы сделаны участниками процесса со стороны защиты по ходу обсуждения данного года преждевлением. 3. Факт участия государственного обвинителя Лухова в оказании на подсудимого Ахилькова какого-либо воздействия за пределами судебного разбирательства по делу не установлен. 3. Изложенные Ахильковым обстоятельства опровергаются пояснениям прокурора Лухова. 4. Руководство из статьи 66 КРФ постановило на удовлетворение заявлено защитникам Синюбову по судебным Ахильковым отводам государственному обвинителю Лухову в отказании судебного разбирательства по делу принятого решения. 3. Займение каких-либо от участников процесса о скорейке, связанных на данный взгляд, все же не имеется. 4. Имейте, ваше счастье. 4. Имейте, пока твердень. 4. Защита, хотел бы просить вас все-таки вот это, на мой взгляд, поспешное постановление свое отменить и отложить. 4. Ваши выводы по поводу поспешности и прочего оставьте при себе, уважаемые. 5. Хорошо, ваше счастье. Я прошу от имени всей защиты, пока до появления присяжного заседателя номер один, по семейным обстоятельствам, которое не могло сегодня быть, отложение, обсмотрение дела пока отложить, мы полагаем, что оно появится. 5. Прошу из секретаря по работе с коллегией по семейным обстоятельствам до какого периода продлится у нас данный взгляд на озвучность, пожилого за участников процесса? 6. По 26 июня. 6. По 26 июня включительно. Откладываем? 7. А сегодня второе. 7. Ну, не хотелось бы терять коллегию, ваше счастье. Я бы отложил бы. 6. А кому хочешь? Вы бы отложили по 26 июня. Правильно? 7. И объявили перерывы с отпуском за всех участников процесса? 7. Да, вы. 7. Прекрасно. Ваше мнение никого ни к чему не обязывает. Оно высказано в протоколе, занесено. 7. Уважаемый председатель, завучающий, обращаясь к коллеге и председателю, напоминаю, что никаких других прочих единственных планов перерывов на этой неделе, у нас это пятница, чем мы говорим ранее. 8. Никаких других прочих перерывов, никаких длительных, периодов отложения, связанных с именем, обстоятельствами и другими прочими, вашей, не знаю, работой другими, какими-то препятствующими вашему участию в процессе. Я никого ждать 3 недели не буду. 8. Понятно? Мои поделки. Поэтому произведена замена в том же законном порядке. 9. Продолжаем. 10. Продолжаем.